Да, ну вот здесь вот такое достаточно простое помещение. Вот четыре спальных места, сделан из сэндвич-панели, поэтому летом здесь достаточно прохладненько. Алексей Куликов показывает новые домики для отдыхающих. Они, конечно, часть турбазы, но отделены от нее небольшим забором и носят название «Лагерь Кочевник». Запустили его в этом году с помощью гранта в рамках госпрограммы. За пять миллионов Алексей Куликов смог построить пять таких домов и облагородить территорию. С помощью этой новинки бизнесмен пытается наладить финансовые дела на своей базе. Ведь в 2020-м они практически не работали. В этом ситуация лучше, отмечает Куликов, но проблемы у тех, кто занимается развитием местного туризма, остались все те же. У нас, как у малого бизнеса, никогда не появится таких денег. Все эти программы, я сейчас говорю, это мизер по сравнению с тем, сколько нужно на вложение развития инфраструктуры. Вот, допустим, мы сейчас сюда заезжали, а там асфальт разбитый, у нас здесь газа нет. Понимаете, это какие-то такие фундаментальные затраты, которые никогда малый бизнес на своем горбу не вытащит. А если бы, допустим, сюда бы привели газ, уже бы привлекательность инвестиций повысилась. Здесь уже можно строить что-то такое крутое, весомое. Алексей Куликов отмечает, планов на развитие у него еще много, но денег свободных нет. Что касается стоимости аренды помещений на этой турбазе, то, как отмечает Алексей Куликов, ему пришлось повысить аренду. Связано это, в первую очередь, с повышением электроэнергии, которая, как отмечает бизнесмен, уже повышалась за время пандемии три раза. О том, что надежды, возложенные на развитие регионального туризма во время пандемии, не оправдались, говорит и директор Кустанайского центра образования и туризма Гульмира Копенова. Помешала ситуация с локдаунами, ограничениями и неравномерное их распределение. Экскурсионный туризм стал. В этом году смогли свозить лишь несколько групп в Наурзумский заповедник. Но при этом Гульмира Копенова тоже решилась на новый для нее проект. Летом они запустили первый в регионе эколагерь. Говорит, получилось, но часть турсезона была упущена. Пока мы его открыли, честно сказать, мы вот с такими глазами по всей стране. Потому что для туристической отрасли в стране не производится ничего. Ни туристической мебели, ни туристического снаряжения. Все нужно покупать за рубежом. Как минимум в России. И в России не все неконкурентно способное по ценам. Украина, Китай. Это целый кластер для туристической отрасли. И почему-то он не работает. И когда мы говорим о ценообразовании, я понимаю, почему в Казахстане дорогое. Вот из этого и складывается, продолжает она, стоимость отдыха в Казахстане, которая все еще кусается. Капеновы не скрывают, что проблемы, тормозящие развитие местного туризма за эти два года, остались прежними. Они связаны с дорогами, размещением, сервисом и туалетами по пути следования туриста. А от туристов у нас за эти полгода побывало 94 тысячи. В 2019 году их было за это время 106 тысяч человек. Объем услуг в этой отрасли уже составил 788 миллионов тенге. Как отмечают чиновники, большая часть отдыхающих в нашем регионе в этом году приезжали в санатории. Если смотреть пост пандемии, саму пандемию, это показатель. Сейчас, конечно. Почему? Потому что, видите, в прошлом году вообще не было никакого движения. Ну такое вот оно было более или менее мертвое. Мы то вот из этих постановлений санврача, те же экскурсии, они то возобновлялись, а то опять приостанавливались. В этом году, хоть и, конечно, большую часть была приостановлена их деятельность, но, по крайней мере, вот даже наше экскурсионное бюро, местное БСКИЗ, они успели вот в вот эти вот периоды, когда разрешалась их деятельность, провести экскурсии. Чтобы привлечь путешественников в Кустанайскую область и увеличить эту цифру, шесть лет назад в регионе разработали сразу два специальных плана, рассчитанных до 2022 года. Сейчас работа нашими акиматами городов и районов в этом направлении особо такая не проводится, потому что в связи с этой пандемией, во-первых, у нас очень тяжело сейчас стало с нашими инвесторами, потому что в связи с этой пандемией кто-то не хочет открываться, кто-то приостановил пока свою деятельность. Очень много у нас инвестпроектов, которые вот зависли. Согласно планам, приоритетными видами туризма в Кустанайской области назвали экологический, культурно-опознавательный, лечебно-оздоровительный, охотничий, выходного дня и событийный. Согласно расчетам, только гостиницы и базы отдыха могли в случае их воплощения нарастить свой общий доход с полутора миллиарда тенге до 50 миллиардов тенге в год. Хамзан Урпиисов, Алексей Кутрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.